В конкурсе принимали участие коллективы со всей России, в том числе и из таких городов, как Екатеринбург, Тюмень, Нижний Тагил. В общей сложности более 500 учащихся. В основном конкурсанты это детские школы искусств и колледжи культуры, поэтому борьба за лидерство велась нешуточная. Целых два дня шел конкурс. Всегда он там в один день, а тут целых два дня. То есть конкуренция большая. И старшим девочкам было гораздо тяжелее. Им только-только 12 лет исполнилось. То есть, получается, они попали в такую категорию 12-15 лет, и соперники были девочки колледжа. От Нефтьюганской детской школы искусств на конкурс поехали сразу 30 человек. Представляли такие танцы, как якутяночка, матрешки, калина и казачий. Последний, кстати, на большой сцене исполняли впервые. На конкурсе не только показали себя, но и благодаря соперникам получили стимул для дальнейшего улучшения навыков. Мы выступали в Тюмени с казачьим танцем. Было сложно, потому что было много соперников, и конкуренция очень большая. Когда я увидела своих соперников, то я поняла, что мне нужно стремиться к ним, потому что они очень красиво и хорошо подготовились к конкурсу. Мне больше всего понравился казачий танец, как выступали девочки. Было очень красиво, были резкие движения, тем самым мне танец очень понравился. Самую лучшую награду, диплом лауреата в первой степени, привезли самые маленькие участники. Для многих из них этот конкурс стал одним из первых, а потому и очень волнительным. Я немного волновалась, мне не было страшно, что другие участники. Я вышла на сцену, и все было хорошо. Мне колено нравится, потому что там такие движения красивые. Еще костюм такой классный. Коллективу всего 9 лет, поэтому каждая награда – это повод для гордости и радости. В следующем году участие планируют повторить. А чтобы занять более высокие места, уже сейчас делают больше упор на репетиции. Екатерина Балакина, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова